Да, привет-привет, дорогие друзья! Как у вас дела? Надеюсь, что все хорошо. Так, вы меня видите. Вот, супер, хорошо. Так, друзья, я сегодня попробовала сделать тоже YouTube Live, но, к сожалению, это был первый эксперимент, и что-то не получилось. Но я надеюсь, что в будущем я смогу также делать YouTube Live для вас. Итак, если вы здесь, пожалуйста, скажите, что вы меня видите, что вы меня слушаете. И сегодня наша тема – это как говорить о своих эмоциях по-русски. Нет, мы уже говорили об эмоциях, сегодня мы будем говорить о том, как выражать своё мнение. А мнение, мнение – это по-английски opinion, да? Я буду говорить только по-русски сегодня, и я буду говорить медленно. И если будут трудные слова, я буду говорить их по-английски. Если вы меня видите, слышите, пожалуйста, напишите, откуда вы, кто вы. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, задавайте ваши вопросы. Сначала несколько новостей, много, много хороших новостей. Пожалуйста, лайкайте, лайк-лайк, пишите комментарии. Во-первых, я хочу сказать, что теперь у меня есть свой канал в iTunes. iTunes, где вы можете слушать мои подкасты. 250 подкастов, да, теперь в iTunes. Так что, если у вас есть iTunes, вы можете туда зайти и там найти мои подкасты. Вторая хорошая новость. Привет, Клайс, привет-привет. Вторая хорошая новость – это то, что сегодня есть новая статья. Привет-привет-привет из Каталонии, из Барселоны. Ой, как вас много, привет. Да, сегодня вышла новая статья о татарах. Татары – это национальность, которая живёт в России. В России есть край, регион Татарстан. Татарстан, и там живут татары. Есть татарские актёры, есть спортсмены. И сегодня на моём блоге вы можете прочитать статью об этом. Третья хорошая новость – это то, что в воскресенье, в воскресенье 10 декабря у меня будет 250 подкастов. 250 подкастов. Русскому подкасту будет 9 лет и 250 подкастов. Это очень много. Если вы хотите получить транскрипции многих подкастов, вы можете вступать в клуб «Русская дача». И скоро будет много новых видео на «Русской даче», поэтому я вас приглашаю туда. Хорошо, наша тема сегодня – это «Мнение», «Мнение опинин». Я думаю, что это очень важная тема, потому что часто мы можем сказать только «Я думаю что», «Я думаю что». или просто «Я думаю что». И, конечно, это очень важно – знать слова, чтобы говорить о том, что вы думаете. И сразу, очень быстро, то, что вы говорите – это красиво, когда вы можете сказать нюансы, что вы думаете. Хорошо, у нас будет три фрагмента, три части. Первая часть – это нейтральная часть. Это когда вы хотите просто сказать, что вы думаете. Нейтральная. Вторая часть – это будет часть позитивная, положительная. Позитив, позитивная. Как сказать, что вы согласны, что вы думаете так, как думает другой человек. И третья часть, мне кажется, самая интересная, самая смешная – это негативная часть. Это когда вы не согласны, когда вы не думаете так, как думает человек. И там есть очень много интересных фраз, поэтому я вам рекомендую остаться до конца. Привет, 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 Луна. Хорошо. Итак, у вас есть ручка, у вас есть блокнот, тетрадка, чтобы писать. И в конце нашей встречи, нашей онлайн-встречи, я вам напишу эти фразы. Хорошо? Хорошо. Да, и, пожалуйста, комментируйте. Это уникальная возможность для вас писать по-русски, да, быстро думать, поэтому активно пишите. Хорошо? Хорошо. Самый классический вариант, чтобы сказать то, что вы думаете, это «я думаю», «я думаю», «я думаю», «я думаю что». Например, «я думаю, что русский язык – прекрасный язык», да, например. Какие есть синонимы? Например, «я считаю», «я считаю», «что». Так, я буду вам писать «я считаю», «что». «Я считаю, что» – это значит, что вы думаете, но это более официальный вариант «я считаю, что». Да, когда вы слышите новый термин, повторяйте, хорошо, повторяйте, чтобы помнить лучше, всегда повторяйте. «Я считаю, что». И пишите ваши примеры, пишите «я считаю», «что» и «пример». Хорошо? Ещё один глагол. «Я убеждён», «я убеждена», «что». «Я убеждён» – это значит «я уверен», «я убеждён», «я убеждён», «убеждена», «что». Например, «я убеждена», «камчатка» – это очень красивый регион. «Камчатка» – это регион на Дальнем Востоке России, и мой подкаст «250» – это об этом регионе. Я убеждена, что это прекрасный регион. Дальше, если вы хотите быть очень дипломатичным, вы можете сказать «я бы сказала, что». Я бы сказал, я бы сказала, что. Это дипломатичный вариант, хорошо? Например, люди считают, что русский язык трудный, но я бы сказала, что он не очень трудный, он интересный. Это такой дипломатичный вариант. Я бы сказала, что. Очень дипломатичный, очень-очень вежливый вариант, вежливый polite – это «осмелюсь сказать что». «Осмелюсь» – это значит, ой-ой-ой, я не хочу сказать ничего плохого, ничего негативного. «Осмелюсь сказать что». Это очень дипломатичный, хороший вариант. И, может быть, профессор в университете будет так говорить, да, «осмелюсь сказать что». Друзья, пишите ваши примеры, пожалуйста. Я хочу диалог с вами, да, пишите ваши фразы. Используйте. Ещё варианты хорошие. Например, фраза «по-моему». «По-мо-ему». Я думаю, что вы знаете, да. Когда вы хотите сказать ваше мнение, да, «по-моему». Так, например, «по-моему, Москва – прекрасный город», да, «по-моему». Значит, я так думаю, «по-моему, Москва – прекрасный город». Другой вариант. Честно сказать. Честно сказать. Честно сказать. Да, это значит «я так думаю». Честно сказать. Например, «честно сказать», «я не люблю покупать подарки в последний момент». Честно сказать, значит, я говорю правду. Правду, да. Честно сказать. «Я не люблю покупать подарки в последний момент». Так, вы можете написать ваш пример, да, честно сказать. Другой пример – это «мне кажется». «Мне кажется». Я думаю, что вы знаете это. «Мне кажется», значит, «я так думаю». «Мне кажется». «Мне кажется». Другая хорошая фраза – «на мой взгляд», «на мой взгляд», да, «на мой взгляд» – это значит «я так думаю», опять, да, «на мой взгляд». «На мой взгляд, русский чай – самый лучший чай в мире», да, хотя это не русский чай, это, может быть, индийский чай. «На мой взгляд». Очень серьёзный вариант, который вы можете написать, например, в корреспонденции – это «с моей точки зрения». «С моей точки зрения» значит «как я это вижу», «как я думаю». «С моей точки зрения». Это очень серьёзно. Например, если у вас есть начальник, босс, да, и вы думаете, что он не платит вам, не платит вам достаточно денег, да, вы можете сказать «с моей точки зрения», да, и когда вы пишете это, вы говорите так, «с моей точки зрения». И, наконец, последняя фраза в этой категории – это когда, например, у нас дебаты, дебаты с человеком, да, дискуссия, да, и когда вы хотите сказать вашу позицию очень сильно, да, вы можете сказать «моя позиция такова». «Такова» значит «такая», «моя позиция такова», «моя позиция такова». Особенно в политике, да, такие моменты, да, например, «моя позиция такова». «Все должны учить русский язык». Например, если я была бы президентом России, да, я сказала бы «моя позиция такова», «все должны учить русский язык». Так, ну, конечно, «моя зарплата должна быть больше». Так, Эрик, хорошо. Лу напишет «По-моему, ваши подкасты очень полезны». Спасибо, это хороший пример. Так, Ульрик говорит «Хорошие примеры». Спасибо, но вы тоже напишите пример, Ульрик, с этими фразами, которые я говорю, хорошо? Так, вторая часть – это когда вы хотите сказать, что вы согласны, согласны, вы думаете, как другой человек. А я должна сказать, что, например, во Франции люди, где я живу, люди очень дипломатичные, они не говорят «да, я согласен», «нет, я не согласен». Русские люди тоже дипломатичные, но они более прямые, прямые, direct, да, они могут сказать «нет, я не согласен», или «да, я согласен», «это неправда», «это правда», «это возможно», да. Конечно, они не дикие, wild, да, нет, но они более прямые, хорошо? Но, конечно, у нас тоже есть синонимы. Как сказать «я согласен», да, конечно, вы можете сказать «я согласен», «я согласна», да, «я согласен», «я согласна», хорошо. Еще варианты, пишите, пишите, я согласен с тем, что все должны учить русский язык, да, я тоже, абсолютно, хорошо. Хорошо, да, я сказала «абсолютно с вами согласен», «абсолютно согласен», «абсолютно согласен», «абсолютно согласен». Хорошо, это хорошая фраза, это значит 100%, 100% согласен, хорошо. Хорошо, какие еще фразы, какие еще фразы вы знаете, чтобы сказать «согласен», «а», так, хорошо, например, «совершенно верно», «совершенно верно», «совершенно верно», это значит, да, это 100% так, я согласен, «совершенно верно». Хорошо, я буду вам говорить что-нибудь, а вы пишите, вы согласны или нет, например, например, «полностью согласен», да, «полностью», «полностью», например, «Москва, прекрасный город», вы согласны, пишите, пишите, вы согласны. Вы еще не знаете лексику, чтобы сказать «не согласен», поэтому вы согласны сейчас, хорошо. Так, другие, о, «абсолютно верно», «прекрасно», «стаян», «абсолютно верно», да, «молодец», «стаян», «хорошо». Другие варианты, более официальные, если это корреспонденция, да, вы можете сказать «вне всякого сомнения», «вне всякого сомнения». Это значит «нет сомнения», «сомнение» это «doubt», да, «вне» это значит «не внутри», да, это значит «не внутри», значит «вне всякого сомнения», значит «я согласен», да. Так, так, Эрик не согласен, что Москва – прекрасный город. Подождите, Эрик, подождите, у нас сейчас фразы только «согласен», потом будет «не согласен», хорошо. Так, еще мы можем сказать официальный вариант, красивый вариант «это не подлежит сомнению». Это хорошая фраза, официальная, «это не подлежит сомнению», «без сомнения», да, «стаян» тоже прав, да, только «без сомнения», да, «я» на конце, «без сомнения», хорошо, так, хорошо. Так, кто еще пишет хорошие фразы? Молодцы, вы активно участвуете, спасибо. Еще хорошая фраза, официальная, это «я разделяю ваше мнение», «я разделяю ваше мнение». «Разделять» значит, вы берете что-то и я беру, да, значит, это значит, что это мнение у нас, у вас и у меня, я разделяю ваше мнение. Хорошая фраза, хорошая фраза, высокий русский язык, я разделяю ваше мнение. Более простые варианты, ваше мнение, да, простые варианты, например, «это точно», я очень часто говорю «да, точно», «это точно», я говорю «это каждый день», да, «это точно», «это верно», «да, это верно», «хороший вариант». Вы можете сказать «конечно», вы знаете «конечно», да, «конечно». Еще хорошая фраза, много лексики сегодня для вас, да, хорошая фраза «безусловно», «безусловно», «безусловно» значит «да», это точно, «безусловно», да. Пример, пример, я сделала много примеров о русском языке, давайте другое. Например, русские любят французского писателя Александра Дюма, это правда? И другой человек может сказать «да», «безусловно», «все русские читали книгу «три мушкетера», «безусловно», «это точно», «эту книгу» точно все читали, «это верно». Хорошо? Так, дальше, есть хороший ответ, да, Реза, спасибо, да, это так, да, это тоже хороший вариант. Вы можете сказать «конечно», «конечно», или вы можете сказать другой хороший вариант, это «естественно», «естественно», «конечно», «естественно». Я очень люблю это слово. «Естественно» значит «конечно», ну да, да, вне сомнений я, стоян, хорошо. Другой вариант, более неформальный, это «само собой», «само собой», «само собой», значит «это правда», «само собой», «так», «само собой», «само собой». Например, спасибо, Евангелос, Евангелос, напишите, напишите слово, одно из слов, о которых я говорю, например, «конечно», «без сомнения», да. Например, в этом году я еду на Новый год в Москву, и, ну, хорошо, «само собой», и вы можете меня спросить, «вы будете есть икру на Новый год?» И я могу сказать, «само собой», «я буду есть икру», это Новый год в России, конечно, «естественно», «безусловно», «буду есть икру». Совершенно верно, да, «буду есть икру», красную, не чёрную, хорошо. Хорошо, и ещё одна фраза, очень неформальная, это «ну ещё бы», «ну ещё бы», это очень неформальная фраза, да. Мы говорим это с друзьями, да, с вашим боссом, начальником, может быть, нет, да, мы говорим это с друзьями. «Стоян» меня спрашивает, «вы будете есть икру?» «Само собой», «ещё бы», «ещё бы», «а, с чем?» «Красную икру» с... это как маленькие блины, это называется оладьи, оладьи, маленькие блины, да. Ой, я хочу есть. Так, хорошо, друзья, вы поняли, это варианты, когда мы согласны. Стоян спрашивает, а только «ну», «ну», «ну» зависит от интонации, да, вы можете сказать «ну», или вы можете сказать «ну», да, это зависит от интонации. Хорошо, «не согласен», как мы можем сказать, что вы не согласны? Самый классический вариант – это «я согласен», «я не согласен», «я не согласна», «я не согласен», «да», «я не согласна». Повторяйте, когда вы слушаете, повторяйте, «я не согласен», «я не согласна». Очень-очень официальный хороший вариант – это «позвольте», «позвольте» с вами не согласиться. Да, «позвольте» с вами не согласиться. О, это очень хорошая фраза, да, «позвольте» с вами не согласиться. Это значит «я не хочу быть агрессивным», «но», «извините», «но я не согласен», «позвольте с вами не согласиться». Хорошо, «о, Стоян», «прекрасно», «прекрасно», «я не разделяю ваше мнение», «это очень хорошо», «я не разделяю ваше мнение». Расскажи русскую шутку, русский анекдот я скажу в конце нашего урока, я скажу вам интересные фразы, смешные фразы, которые мы говорим, когда мы не согласны. Хорошо. Так, «позвольте» с вами не согласиться, я не разделяю ваше мнение. Вы можете сказать, если это только маленький пункт, в котором вы не согласны, вы можете сказать «здесь я с тобой не соглашусь», «здесь я с тобой не соглашусь». Это значит «обычно я согласен», «глобально я согласен», но «извини, друг, но здесь я с тобой не соглашусь». Хорошо? Хорошо. Какие ещё варианты? Очень прямой вариант, очень немножко агрессивный. Это «вы ошибаетесь», «вы ошибаетесь», «you are mistaken». Это более агрессивный вариант, правда? Потому что «вы ошибаетесь», «вы сделали ошибку». Так. «Вы не правы», мы можем сказать «вы не правы», «ты не прав». Это не агрессивно, но, конечно, это очень прямо, direct, потому что это не очень дипломатично, «вы ошибаетесь», «вы не правы». Это неправда, это тоже, тоже такой агрессивный вариант, да. Например, люди говорят, что русские не улыбаются, русские не улыбаются никогда. Я могу сказать «это неправда», «я улыбаюсь», да. Или «русские улыбаются», когда вы говорите с ними, например, дома, когда они знают вас хорошо, они улыбаются. Друзья, пишите, вы согласны, что русские никогда не улыбаются, или вы не согласны, пишите «это правда», «это неправда», «совершенно верно». Хорошо? Пишите. Так, я жду ваши ответы. Да, вы согласны, что русские никогда не улыбаются? Хорошо. Ещё варианты интересные. Вы можете сказать, например, «не о том речь». «Не о том речь». «Не о том речь» значит «я не говорю об этом, вы меня не поняли, вы плохо меня поняли». Хорошо? «Не о том речь». Например, какой пример я могу сказать? Например, я могу сказать, «у русского языка интересная грамматика». Вы можете сказать, «да-да, мне нравятся русские подкасты». Я могу сказать, «не о том речь», «я говорю о грамматике». Так, Реза пишет, «они строгие люди, редко улыбаются». Хорошо, но, Реза, вы не написали фразу? По-моему, это правда. «Не о том речь», естественно. Напишите ваше мнение. Хорошо? Так, теперь интересные фразы. Хорошо? Смешные, интересные фразы. Если вы будете их использовать, это будет просто супер. Русские будут смотреть на вас так. Откуда ты знаешь это? Или так. Хорошо. Например, первая фраза. «Это не к селу, не к городу». «Это не к селу, не к городу». Что это значит? Это значит, что человек, аргумент человека, он неправильный, он нехороший. Он сказал это нелогично. То, что говорит человек, это нелогично. Хорошо? Например, у нас сейчас урок о том, как сказать своё мнение, и кто-то из вас может сказать «Татьяна, когда у тебя день рождения?» Я могу сказать «А это не к селу, не к городу». Мы говорим о лексике сегодня. «Это не к селу, не к городу». Хорошая фраза. Запишите. Запишите. Потом более агрессивные фразы. Хорошо? Осторожно. О, Валентина пишет. «По-моему, русские всегда улыбаются». Прекрасная фраза. Грамматические и лексические. Молодец, Валентина. Валентина, у вас русское имя? Хорошо. Более агрессивные фразы. Осторожно. Когда вы будете их говорить, это будет с друзьями, не с людьми на улице. Хорошо? Например, ты несёшь ахинею. Ой-ой-ой, ты несёшь ахинею. Ты несёшь ахинею. Ахинея – это значит глупость, это что-то ненормальное, это нелогичное. Ты несёшь ахинею, значит, ты говоришь что-то очень глупое и нелогичное. Хорошо? Например, если ваш друг говорит «А ты знаешь, я Наполеон», вы можете сказать, да, ты несёшь ахинею, значит, это неправда, я не согласен, ты несёшь ахинею. Это, осторожно, это фраза грубая, rude, да. Если вам нравится русская девушка или русский молодой человек, не говорите эту фразу, это грубая фраза. Так, ещё очень интересная фраза – это «не вешай мне лапшу на уши». Это суперфраза. «Не вешай мне лапшу на уши». Уши, знаете, уши. «Вешать» – это значит делать так, вешать, да, так, так. И «лапша» – это макароны, значит, не надо мне макароны на уши. Хорошо? И это значит «не надо говорить неправду мне». «Не вешай мне лапшу на уши». Много «ш». «Не вешай мне лапшу на уши». Это значит «не говори глупости». «Не говори», вот, точно, «Стоян», «не вешай мне лапшу на уши». Так, «ты несёшь ахинею». «Стоян» написал «ты несёшь чушь». Это очень хорошо. «Стоян», вы очень хорошо говорите по-русски. Вы, может быть, вы жили в России долго? Вы так хорошо знаете эти фразы. Ещё. А, пудрить мозги. «Не надо мне пудрить мозги». «Мозги», да, это очень хорошая фраза. «Мозг» – это в нашей голове, да. И «пудрить», «пудра» – это женщины делают так, «пудра». «Не надо мне пудрить мозги», значит, ты должен говорить мне правду. Ты говоришь мне неправду, ты должен говорить правду. О, это очень хорошая фраза. «Не надо мне пудрить мозги». Например, что мы можем сказать, у вас есть примеры, которые вы можете написать, не надо мне пудрить мозги. Например, я люблю языки, сейчас я учу японский язык, и если я говорю с человеком, и этот человек говорит, а, ты знаешь, Татьяна, я выучил японский язык за три дня, и все, я очень хорошо говорю по-японски за три дня, и я могу сказать, не надо мне пудрить мозги, да, потому что это неправда, это не может быть, правда, я так думаю, но это агрессивная фраза, осторожно, хорошо. Еще несколько фраз, это бред сивой кобылы, тоже интересная фраза, не дипломатичная фраза, бред сивой кобылы. Кобыла это лошадь, лошадь, вы знаете, и лошадь, и бред, это значит нонсенс, это нонсенс, да, и бред сивой кобылы, значит абсолютно нонсенс, неправда, бред сивой кобылы, хорошо. Что может быть неправда? Например, да, когда человек говорит что-то очень нелогичное, если вы можете написать, это было бы хорошо, да. Например, сейчас зима в России, во Франции зима, и если вы говорите мне, что на Новый год... Вы меня слышите? Да, все хорошо? Если вы говорите мне, что на Новый год будет 30 градусов в России, я могу сказать, это бред сивой кобылы, потому что это неправда, это нонсенс, 30, плюс 30 на Новый год в Москве, это невозможно, хорошо? Хорошо, так, еще одна фраза, почти закончили. Он врет, как сивый мерин, он врет, как сивый мерин. Мерин, это опять лошадь, я не знаю, почему лошади, horses, да, нет, нет, стоян, плюс 30, плюс 30, минус 30, я не знаю, почему лошади такие активные в этих выражениях, да, но врет, значит, говорит неправду, он врет, это он говорит неправду, и врет, как сивый мерин, значит, он говорит абсолютно неправду, и это не проблема для него, да. Например, часто, когда мы говорим о политиках, мы говорим врет, как сивый мерин, да, например, если ваш президент говорит, завтра вы получите все миллион рублей, сто процентов гарантирую, мы можем сказать, а врет, как сивый мерин, это бред сивой кобылы, это невозможно, да, хорошо, и еще очень самые агрессивные фразы, вы можете сказать просто вранье, вранье, значит, неправда, вранье, брехня, брехня, это тоже значит неправда, брехня, и последнее, сказки, это сказки, сказки, это нереальные истории, хорошо, сказки, хорошо. Так, друзья, я предлагаю сделать маленькое упражнение, тренинг, да, уже 45 минут почти, да, мы занимаемся, я буду вам говорить что-то, что я думаю или не думаю, а вы писать, вы согласны или не согласны, хорошо, и использовать фразы, хорошо, например, 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 через 20 лет люди будут жить на луне, через 20 лет люди будут жить на луне, пишите, пишите, да, совершенно верно, абсолютно согласен, само собой, разумеется, или здесь я с тобой не соглашусь, это неправда, ты несешь ахинею, Татьяна, это сказки, так, пишите, каждый пишет, пишите, пишите, «Через сколько, 50 лет, 20 лет люди будут жить на луне, стоян, я не разделяю ваше мнение, хорошо, очень серьезно, хорошо, очень деликатно и дипломатично, кто еще? Пишите, так, хорошо, еще фраза, я думаю, что Москва красивее Санкт-Петербурга, пишите, пишите, это сказки, Марилин, хорошо, это сказки, так, пишите, Москва красивее Санкт-Петербурга, вы согласны? Само собой, естественно, это неправда, я не права, я ошибаюсь, пишите, пишите, так, это сказки, хорошо, вы не согласны, вы думаете, что Санкт-Петербург красивее, да, хорошо, так, хорошо, друзья, и последняя фраза сегодня, это такая фраза, которая, а, Клайс, я уверен, что вы не правы, а Филипп согласен, вот, 50 на 50, вот так, хорошо, последняя наша фраза, это когда мы хотим быть очень дипломатичными, мы не хотим конфликтов, не хотим ссориться, argue, да, вы можете сказать такую фразу хорошую, я думаю, что вы знаете ее, на вкус и цвет, вы знаете, товарищей нет, на вкус и цвет товарищей нет, что это значит? Это значит, что все позиции, все мнения, они могут быть, да, они имеют право, да, они имеют право быть, да, на вкус и цвет товарищей нет, мне кажется, это очень хорошая фраза, да, потому что, когда мы не хотим конфликт, мы можем сказать эту фразу, да, например, вы больше любите Москву, другой человек больше любит Санкт-Петербург, но на вкус и цвет товарищей нет, значит, разные люди любят разные вещи. Вот, друзья, я надеюсь, что это было интересно, это было почти 45 минут, очень-очень быстро время прошло, хочу вам сказать большое спасибо, очень активно участвовали. А, по-японски эту фразу, нет, Филипп, я не знаю, я понимаю, мне нравится выражение «да нет, наверное», стоян, да, да, а, это хороший вопрос, «да нет, наверное», «да нет, наверное» значит «нет», хорошо, это значит «нет», но это очень деликатное, дипломатичное «нет», да, например, «пойдёшь в кино сегодня?» «Да нет, наверное», «да нет, наверное», значит «нет», но это лучше, чем «нет, не пойду», «да нет, наверное», это хорошо, да. Да, всё, друзья, это конец нашего урока, пишите ещё, вы знаете мой веб-сайт, конечно, russianpodcast.eu, на сайте много статей, много подкастов, 250 скоро, пожалуйста, делайте дарения на сайте Donations, и очень важно, вы можете стать дачником, вступайте в клуб «Русская дача», я уже видела много дачников здесь, кто мне писал, спасибо, что вы пришли, если вы будете в клубе «Русская дача», там много новых аудио для вас, и там есть транскрипции всех подкастов, и да, я буду очень рада вас там видеть, скоро я сделаю много новых видео в России зимой, и дачники могут их смотреть и тоже читать субтитры к видео. Вот, друзья, я очень рада, приходите ещё, пишите, практикуйте, и я надеюсь, что мы скоро увидимся, всё, целую, пока-пока!